а что если мы сегодня с вами запишем асмр обзор у человека пука все хорош слушайте для меня вот лично как хорошо что мы мнение вообще никого не интересует есть только один спайдермен я наш мимо наушники есть только один спайдермен в этой жизни и его зовут тоби магуайр к откуда эти новые все взялись оказывается всяких покусали пауки и вот это все и кого-то там сони продала права марвелу тоби магуайр ты лучший брат я с тобой все остальные вы просто его и жалкие подражатели погнали разбор нового человека паука как он называется вдали от дома слушайте некоторые комментаторы прям умеют комментировать 2017 spider-man homecoming это возвращение домой 2019 spider-man far from home далеко от дома 2021 spider-man homeless бездомный ну молодцы же итак первая фраза сантиметра и вот это по русски скажем я бы поехал на кубу если бы у меня были деньги или я бы сделал то будь у меня это я бы сделал то если бы вот это все если бы она вообще как в английском говорится мы настолько часто эту тему избегаем русские говоря просто тремя четырьмя простыми предложениями чем одно красивое сложное слушай привет а сейчас видео записывают для нашего канала просто пожалуйста над за 30 секунд могла бы объяснить вот это вот кондишнался first second и вообще вот это вот я бы поехал если бы у меня например были деньги запиши пожалуйста и я на канал это аудио 20 секунд ставлю и давайте вам сейчас насчет всех этих кондишнался врать не буду я отправил сообщение нашему преподу одному из нашей школе английского языка сейчас ответ придет я вам его поставлю пока погнали дальше а русском вообще не так я в европу поехал ну а я на каникулы в европу куда ты в европу нету в оригинале этого это все плевать нам интересно фразы keep up keep up the pace keep going пацаны давайте бегите сохраните темп because if you don't talk to him now i have to talk i want to talk to them он звонки сбрасывает я также всю жизнь делаю и он говорит i gotta go i gotta go и вот эта вот фраза альга да переводится как ага в году мне нужно что-то сделать старый фишкейкс i gotta get to work sorry fish кейкс и гады get to work извини дружок мне нужно приступать к работе слушай есть несколько вещей которых мне нужно позаботиться в общем i gotta get to work i gotta take care of мне нужно работать мне нужно чем-то заботиться мне вот нужно i gotta i gotta go я должен мне нужно уйти а теперь внимание слушаем you do not ghost nick fury готов поставить сотку где давайте я ставлю сотку лично отправлю сотку тому кто знает эту фразу это правда 50 но у меня есть 100 лир это 1000 с лишним рублей отправлю сейчас давайте пишите в комментариях как эта фраза переводится you do not ghost nick fury you do not ghost nick fury и так вариант а не будь привидением в нико фьюри второе ты не смеешь игнорировать нико фьюри и третье ты не смеешь запугивать нико фьюри you do not ghost nick fury вот это вот you do not ghost одному из тех кто правильно ответит отправлю лично сотку тысячу рублей в общем это будет какой вариант правильнее пишите в комментариях я сейчас понял что я вынужден сказать как на самом деле переводится но я уверен что вы написали до того как я сказал ghost это конечно привидение как песня охотники за привидениями ghostbusters но но еще это переводится прям длинное прочитаю неожиданно и без каких-либо объяснений прекратить отношения с кем-либо или игнорировать этого человека so ghost me you've got a better view than me ghost me you've got a better view than me да игнорируй меня ты ж тебе аж виднее ты же лучше меня знаешь ну и он говорит you do not you do not ghost nick fury ты не смеешь игнорировать you do not вы можете как будто повелевать ты не смеешь так со мной обращаться you do not tell me where i belong you do not tell me where i belong ты не смеешь говорить мне чему я принадлежу пришел таки ответ короче все эти условные условия да называются mixed conditionals и там много так всего из 20 секунд не объяснить вот по поводу фразы тони вуд хавдан и в деле днем той не сделал бы того что сделал если бы не знал что человек-бук продолжит его дело то есть тут вот плюс present perfect плюс прошедшее время если привести какой-то еще пример ну например по кубу ай-бут хавканте куба фима и кэшин фай хад мани я вот приехала бы на кубу если бы у меня были деньги на это вообще эту тему лучше время урока объяснять называть секунд как бы фейс-то-фейс с учетом что я даже не знаю как это объяснить без умных слов короче нужен present perfect в основной части предложения и прошедшее время в условии давайте так я вам сейчас даже покажу заходите на наш сайт смотрите и оставляете заявку вот пишите свое имя почту и телефон мы вам перезваниваем и у вас будет первый бесплатный урок с нашим преподавателем можете прям на этом уроке спросить у него объяснили-ка мне как мне сказать если бы то я бы и вам все это объяснять наши преподаватели да и вообще мы школа английского языка у нас преподы вообще все знают и далее отправил сообщение через 30 секунд уже получил ответ так что оставляйте заявку и учитесь в школе инглиш шоу первый урок по ссылке в описании вам будет бесплатно бог пацаны давайте-ка вы от экрана сейчас я думаю вот идите для девушек романтику будем делать только это настолько быстро и мимолетно слушайтесь что даже замедленная запись не помогает понять чем там пробормотал он говорит reminds me of when I first fell in love напоминает мне когда впервые влюбился фраза reminds me of when I first fell in love например reminds me of это это напоминает мне reminds me of home напоминает мне о доме а дальше такая высокопарная фраза fell in love, я, мол, влюбился или дословно упал в любовь. Я заставлю тебя влюбиться. Ну и великий Элвис Пресли поет falling in love with you. Падая в любовь с тобой, однословно влюбляюсь в тебя. Эй, пацаны, можете к крану возвращаться, я закончил про романтику рассказывать. А вдруг вы не уходили, я тут ору как дебил. Ну ладно, продолжим на мужскую тему. Вернемся к спасению мира. The snap to our hole in our dimension. The snap to our hole in our dimension. Снэп это вот это вот. Или как говорит мой любимый блогер double snap. Double snap shoes, yeah, very clever. Или triple snap. Тройной щелчок. Я не так не могу. The snap to our hole in our dimension. Эр это разрушать что-то, разрывать прям вот оп, дыру разрывало прям вот так вот. Прорвало вот оно. И тут я сейчас сижу и думаю, а не бестолковое ли мое видео получается? Как вы все эти фразы запомните? Их миллион я вам озвучиваю. Поэтому смотрите, что мы придумали. Мы вам придумали картинки на рабочий стол. Смотрите, какие модные. Оп, например, это. Это вообще четкое. И вы так можете, знаете, каждые два дня менять картинки на рабочем столе и таким образом вы будете запоминать эти слова, которые мы сегодня с вами узнали. Но еще мы сделали тест просто по этим же самым фразам. Вот видите, я могу отвечать. Например, вот это ответ. Этот что ли? Оп, правильно. Видали? Так что вот, можете проходить тест и скачать себе картинки на рабочий стол в описании ссылки. Продолжаем. Ох, давайте-ка так, чтобы наш мозг не разорвался. Мы как продолжим? Мы его выложили в IGTV в Инстаграме, так что ссылка в описании на продолжение этого ролика. И я разбираю это видео до конца и там будут невероятно крутые фразы. С вами была школа английского языка English Show. Подписывайтесь на наш канал, потому что грядет у нас разбор фильма Джуманджи, разбор сериала Чернобыль. Мы с иностранцами записали невероятные скороговорки, как они читают их на русском языке. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы ничего этого не пропустить. Все. Люблю вас. Целую нежно в щечку. А зачем я сказал? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok